Крупная авария заблокировала движение на Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным данным, один человек погиб. У нас на связи Лилия Шарафуддинова. Лилия, я тебя приветствую. Я уже перед эфиром увидела несколько фото с места. Там, конечно, грубо говоря, машины в смятку. Расскажи подробнее. Приветствую тебя, Регина. Находимся сейчас на Кутузовском проспекте. Перед тем, как добраться до места аварии, это чуть позже покажу. Давайте покажу сначала проб, которая уже образовалась в ту сторону, в сторону Рублевского шоссе МК до Третьего кольца. Несколько километров ее протяженность. И очень медленно автомобили проезжают мимо. Периодически трассу и вовсе блокируют. Ну, теперь давайте пройдем ближе к самому месту аварии. Здесь столкнулись два автомобиля. Это BMW и Mercedes. Такие достаточно бизнес-класса. Сейчас мы проходим мимо скорой помощи и автомобилей пожарной. Здесь уже видно, что трасса немножко подсыхает. Но, в общем, спасатели тушили автомобиль. Вот этот вот, это как раз таки BMW. Водитель этого автомобиля, по нашим данным, погиб. Также есть пострадавший. Но это, скорее всего, уже во втором автомобиле. До него мы чуть позже доберемся. Буквально прям пару минут назад до прямого включения на место приехали криминалисты, сотрудники полиции. Сейчас у меня обследуют место. Будут выяснять дополнительную какую-то информацию. Ну, вот видно, что автомобиль, как ты сама говоришь, действительно всмятку. Перед буквально разнесло. Стекло также полностью разбито. Сейчас, не знаю, видно или нет, но внутри как раз находится погибший мужчина. На автомобилях значки 1 и 2, то есть два участника ДТП. Ну и плюс вот по трассе везде разлилась, ну, скорее всего, какая-то жидкость машинная. Потому что тут видно, что и скользкая, и такая достаточно, ну, какого-то нефтяного характера. Весь асфальт покрылся таким вот скользким покрытием. Достаточно небезопасно передвигаться. С помощью таких вот инструментов разрезали автомобиль на части. Но, видимо, еще планируют сейчас извлекать тело водителя из автомобиля. Давайте чуть дальше вот пройдем. По нашим данным, номера этого автомобиля, госномера АМР, так называют, правительственные номера. И вот водитель этого автомобиля погиб. Сейчас мы можем пройти дальше. Здесь как раз-таки уже видно, что работают криминалисты. Здесь из багажника вытащили все какие-то вещи, которые тут лежали. Ну, вот, видно, ковры, вода, газеты и даже вот пивная бутылка есть в багажнике. Причем алкогольное пиво. Ну, закрытое, я отмечу. Уважаемый, будьте добры. Да, проходим, проходим мимо, да. И отойдите с места происшествия, пожалуйста. Ну, вот сейчас как раз видно, что работают криминалисты. Второй автомобиль, который попал в это дорожно-транспортное происшествие, находится на той стороне. Вот видно. Проходим, проходим. Мы же тоже работаем. Отожди, безопасное место. Безопасное место. Ну, вот видно, коллеги, что криминалисты работают, так что дальше мы уже продвинуться. Вы не понимаете, что сами можете пострадать. Сотрудники полиции от безопасности, она же беспокоится. Мы отходим сейчас на более безопасное место до сотрудников спасателей, до пожарных. И вот о чем уже можно продолжить говорить. Вот видно, что дальше пожарные уже тоже не проходят, потому что они за свою задачу уже выполнили. Первый автомобиль, ну, так, видимо, обработали водой или какой-то жидкостью, чтобы он не загорелся, потому что вся передняя часть разбита. Второй автомобиль, не знаю, насколько вот его может быть видно, он находится на той полосе. Там уже тоже выставили такие вот пути объезда. Ну, и автомобили, вот видно, что сейчас уже тоже поехали. Движение какой-какой все-таки началось. Регина, тебе слово. Лиля, да, тебе спасибо. А нашим зрителям хочу сказать, что у нас появилось видео этой аварии, которая была снята камерами видеонаблюдения. Это эксклюзив на ваших экранах. Как все произошло, вот последствия мы с вами видели. Вот. Это замедленная съемка, конечно же, вы понимаете. Ну, конечно, очень была авария сильная. Давайте еще раз мы его сейчас покажем вам, чтобы было понятно, что произошло. Итак, просто друг навстречу другу двигались машины, и одна из них вылетела на встречную полосу. По двойной сплошной автомобиль ехал. Просто-напросто это видно очень хорошо. После удара его выбросило, просто отбросило на несколько десятков метров. Такой силой был удар. Видимо, и скорость была довольно большая. Итак, еще раз. Это эксклюзивное видео. Момент аварии. Вот он. Конечно, это страшно. Но вот еще обратите внимание, что машины, автомобили, которые рядом ехали, что-то даже никто не остановился помочь. Вот. Потом уже только там спустя некоторое время люди, видимо, сами в шоке были, которые были за рулем, поняли, что произошло. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.